Всем привет! При слове смазка наверняка у многих зрителей возникает ассоциация с чем-то липким, скользким и жирным. Но на дворе 21 век и на рынке появились так называемые сухие смазки. По сути дела это покрытия, которые позволяют снизить трение в различных узлах. И в этом обзоре я подобрал для вас несколько смазок, которые доступны в свободной продаже. И далее в этом обзоре мы с вами разберем в чем же отличие между ними. Все, что вы видите сейчас на экране, можно разделить на несколько частей. Это антифрикционное покрытие, это смазка тефлоновая и это несколько вариантов ПТФЕ смазок. ПТФЕ это политетрафтолэтилен. В общем, очень скользкий полимер, который в этих смазках присутствует в виде суспензии или мелких гранул. Пару слов о том, зачем вообще все это нужно. У электротранспорта, у электросамокатов и моноколес есть масса узлов, в которых жирные стандартные классические смазки вызывают прилипание грязи, песка. Все это начинает не скрипеть, а шуршать. В итоге смазка перемешивается с песком и, в общем-то, ее приходится через некоторое время менять. Используя же сухие смазки, можно добиться того, что скрипа не будет, но при этом смазку обновлять будет не нужно и испачкаться об нее риска тоже не будет. Такие смазки хорошо подойдут для смазки хомутов механизмов складывания, петель механизмов складывания или же непосредственно складывающиеся части гуся электросамоката, а также других высоко нагруженных, но при этом имеющих малое перемещение узлов. Ну а если говорить про моноколеса, то такая смазка хорошо подойдет для смазки двигающихся ручек. Все эти смазки в баллончиках разного объема, стоят они тоже по-разному. Точный список будет в описании к этому ролику, посмотрите. Ну а сейчас я предлагаю начать с того, что посмотрим на укрываемость или точнее сказать на толщину слоя, который формирует каждый из смазок. У меня есть белый лист и у меня есть черный резиновый коврик. Я буду наносить смазку на границу и посмотрим на укрываемость каждого из вариантов. Ну а заодно для дальнейшего теста я нанесу каждую смазку на алюминиевый брусок. Итак, первый претендент. Смазка Вэрилюб ПТФЕ Профессионал. Наносим. Как вы видите, яркий блестящий слой с большим количеством растворителя. Следующий Аксиом просто под номером. ПТФЕ смазка сухая. Тоже встряхиваю. Кстати, обратите внимание, в этом баллончике есть шарик. Наносим. Следующий Аксиом ПТФЕ защитная смазка поставляется в большом баллоне. Здесь нет шарика внутри. Наносим его. Кстати, обратите внимание на распыляющую головку. Вот так она выглядит. Следующий у нас Сильверлайн. Это флюоропластик лубрикант. Используется везде, судя по этикетке, в том числе станки и оружие. У него в комплекте, у этой смазки в комплекте идет два распылителя с трубочкой и классический. Внутри шарика нет. Наносим. Вы видите, насколько много растворителя в этой смазке. Следующий идет Modern G. Очень искренне мне жаль, что он оказался рядом с вот этой смазкой, поскольку, как видите, много очень растеклось. Итак, здесь присутствует внутри шарик. Причем шарик чувствуется большого размера. Наношу его. Есть самая сильная укрываемость. Это видно невооруженным взглядом. сразу появляется серое пятно и темно-серое посередине. Ждем, пока высохнет. Ну и последнее это Synthetium. Очень интересно выглядит баллончик. У него распылитель сдвоенный. То есть уже стоит распыляющая головка и, поднимая трубочку, получается, что будет использоваться распылитель из трубочки. Так. То же самое. Кстати говоря, опять же, внутри шарик встряхиваю и наношу. Дикий совершенно поток. Я был крайне удивлен. Ну и смотрите, что у нас получается. Все растворители уже практически высохли. Давайте смотреть, что у нас есть. Вэри-люб. Вы видите, на черном фоне резиновом коврике остался слой, но слой он очень-очень тонкий. Его даже сложно заметить. Аксиом, который в маленьком баллончике. Его тоже на черном фоне практически не видно. На белом жирного слоя у него также нет. Но при этом он хорошо заметен на алюминиевом бруске. Далее Axiom защитная смазка. Здесь PTFE частицы, видимо, с какой-то липкой, жидкой смазкой сочетаются. И вот это покрытие, оно размазывается. То есть похоже на то, как обычная смазка себя ведет. Далее SilverLine. Это вот это самое обширное, так сказать, нанесение было. Итак, что с ней? Она не липнет, то есть нет жирного слоя. Но при этом именно по алюминиевому бруску хорошо видно то, что слой очень-очень тонкий. В принципе, можно сравнить с Вэри-люб. Следующий идет Modern G. Обратите внимание, то что она еще даже до конца не высохла, по крайней мере на металле. Но на резиновом коврике и на бумаге она уже высохла. И она выглядит как темная паста. Даже не то, что паста. Я думаю, что она еще до конца не засохла и с этим все связана. Потому что покрытие само по себе получается то, которое практически не пачкается. Ну и последний наш участник это Synthetium. С точки зрения частиц PTFE я уверен вам видно, что здесь явно их больше всех. Особенно если посмотреть на лист бумаги. Посмотрите. Они в буквальном смысле разлетались в разные стороны. Я надеюсь, сейчас камера поймает фокус. И вам будет видно вот эти вот горки из PTFE частиц. Возвращаю на место лист бумаги и смотрим, что же у нас здесь. А вот здесь слой, обратите внимание, очень похож на слой Modern G. То есть он стирается, но стирается совсем слегка. И с точки зрения именно слоя вот этих частиц, вот эта смазка выглядит с наибольшей концентрацией этих частиц. Следующим тестом мы будем использовать вот этот вот брусок, на который нанесены все смазки. И будем запускать по ним шайбу. Шайбы я взял большие. Все они перевернуты скругленные частью к образцу. Укладываю каждый образец поверх смазки. И посмотрим, что будет при наклоне бруска. Какая из шайб первая начнет скольжение. Ну, как ни странно, это был Modern G и Axiom, который тонкий слой. Дальше VeryLube и SilverLine. То есть, по сути дела, это скольжение непосредственно алюминия, потому что слой здесь очень-очень тонкий. Дальше. Синтетиум. Обратите внимание, что шайба скользила именно по смазке. То есть, здесь слой прям вот толстый-толстый. Для сравнения, сейчас другим пальцем попробую, допустим, Axiom. Кстати, здесь, смотрите, не пачкается слой вот этот защитный PTFE. А здесь он пачкается. Но при этом слой очень-очень скользкий. Ну, и хорошо видно то, что смазка Axiom защитная. Она работает как обычная смазка. То есть, она будет притягивать к себе всяческие загрязнения. Давайте еще раз повторим тот же самый тест. Итак, постепенно наклоняю брусок и смотрим, какие шайбы поедут первыми. Ну, как и в прошлый раз, в общем-то, те части, которые были практически без покрытия алюминия, поехали первыми. Далее идет Modern G и финальный идет Synthetium. Ну, а защитная смазка Axiom держит шайбу настолько надежно, что она не то что соскальзывает, она просто надежно держится. Но при этом, если я попытаюсь подвигать ее, то чувствуется, что слой смазки он большой. И надо отдать должное, что именно смазывающие свойства у этой смазки очень хорошие. Конечно, для теста скольжения, по хорошему счету, нужно использовать динаметрический стенд и измерять все это в каких-то цифрах. Но это достаточно сложное оборудование, поэтому будем пробовать достаточно тяжелую головку на 24 миллиметра. Ставлю ее на каждую из шайб и просто пытаюсь сдвинуть стороны. VeryLoop. Движение происходит по алюминию и, в принципе, достаточно легко, как вы видите. Axiom. Здесь шайба двигается хуже. Давайте попробуем первую сюда поставить. Ну, то же самое. Вот где слой нанесен, там движение происходит достаточно легко. Axiom защитное. Ну, здесь, как я уже говорил, связующие силы достаточно высокие, и шайба, она просто-напросто прилипает, но при этом скользит, конечно, хорошо. То есть вот это вот для высоконагруженных узлов смазка подходит хорошо. Напомню, вот так она выглядит. Теперь SilverLine. То же самое. Двигаю головку. Ну, видно, что тоже какое-то смазочное свойство есть, но оно хуже, чем у первого, это точно. Давайте поменяем шайбу, посмотрим, что получится. Ну, видно, да, что головка даже порой соскальзывает с шайбы, при этом здесь она двигается вместе с шайбой. Modern G. Напомню, это самая дорогая смазка. Что у нас здесь со скольжением происходит? Головка двигается вместе с шайбой, то есть антифрикционные свойства, именно смазывающие свойства очень прилично выглядят. Давайте посмотрим первую шайбу тоже, чтобы сравнить можно было. Ну, в общем, она здесь скользит, это видно хорошо, вместе с головкой. И последняя Synthetium. Здесь слой PTFE смазки достаточно большой, и давайте-ка мы сделаем вот это. Я его ватру в поверхность, как будто и шайбы, и самой поверхности алюминиевого бруска. И попробуем подвигать сейчас. Ничего не меняется. По стойкости самого слоя, давайте вот потру сейчас каждую шайбу о поверхность черную. Итак, Synthetium. Synthetium скольжение по резине появилось такое хорошее. Лучше, чем у Modern G. Но Modern G это все-таки для металла смазка. И слой, насколько я вижу, он не стирается. Посмотрите на шайбу. Слой не стирается. Silver Line. Без комментариев вы видите, что я сдвинуть вообще не могу шайбу. Поменяем. То же самое. Axiom защитная. Ну, тут все понятно. Она двигается легче всех. Смазку Axiom сухую я наносил несколько слоев. Это уже за кадром происходило. Ну, в общем, по факту он похож по консистенции на Axiom защитную. Но при этом у него все-таки есть эффект высыхания. И я думаю, что еще некоторое время, когда смазка вот здесь вот постоит, то слой будет абсолютно не липким. Вот посмотрите на пятнышко рядом. Я его еще не трогал. И вот трогаю его сейчас. Видите, оно никуда не стирается. То есть покрытие достаточно стойкое, при этом скользкое. Та же самая ситуация вот здесь, где слой был тонкий и смазка уже успела высохнуть. Теперь пытаюсь сдвинуть шайбу. Посмотрите, что происходит. Ну, покрытие явно еще не досохло. Хорошо видна его консистенция. То есть эта смазка больше похожа на какой-то пластилин, который наносится. Возможно, она еще досохнет, и тогда смазывающие свойства будут значительно лучше. Но пока вот так. Ну и VeryLube, как я уже говорил, здесь скольжение не очень хорошего качества в сравнении с Synthetium. То есть вот это вот, на мой взгляд, смазка наиболее заслуживающее внимание с точки зрения именно PTFE. Но, тем не менее, она очень плохо держится на поверхности. В отличие от, например, Axiom. Вы видите, да, как он прилипает к коврику хорошо. Ну, Axiom защитная вообще здесь без комментариев. Это, по сути дела, обычная жирная смазка. Ну, а SilverLine, по мне, так вообще ни о чем. В общем, глядя на это все, можно сказать следующее. То, что с большим количеством PTFE-частиц смазка хорошо работает на пористых поверхностях. Я даже не ожидал, что резина может скользить так хорошо. И, по идее, если использовать ее с пластиком, скрипов будет меньше. Но при этом работа с металлом, как вы видели, вообще никакая. То есть смазка не прилипает к металлу совершенно. Или ее нужно каким-то образом втирать. Ну, вот она, видите, даже втираться не хочет. Если мы говорим про Modern G. Чисто металлическое покрытие. Мы его неоднократно уже испытывали на механизмах складывания Dualtron. Все прекрасно, ни у кого ничего не скрипит. SilverLine. Ну, самый жидкий состав из всех, которые есть. Axiom защитная. Просто смазка, проникающая с PTFE-частицами. Axiom обычный. Вот эта смазка для меня осталась загадкой. Поскольку если на резиновой поверхности, как вы видите, она не очень хорошо держится. И она в буквальном смысле просто вот превращается в такое пластилиновое покрытие. То на металле ситуация несколько иная. Вот с металла я стащить, стереть его не могу. То есть получается, что вот этот вот баллончик подойдет для смазки как раз таки механизмов складывания. И пальцем покрытие, да, действительно имеет некую скользкость. Ну и VeryLube. На металле его практически не осталось. На резине его практически не осталось. Просто обычное дешевенькое PTFE-покрытие. В итоге что имеем? Смазка для пластиковых панелей или пластиковых деталей. Универсальная проникающая смазка. И смазка для металлических поверхностей. В частности, для механизма складывания электросамокатов. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Напомню, с вами был Михаил. Центр индивидуальной мобильности. Место, где вы можете приобрести технику, подготовленную к эксплуатации, и заказать услугу качественной гидроизоляции, выполненной специально подобранными материалами. Обсудить этот ролик можно в нашем телеграм-канале. Ну и, конечно, в комментариях к этому ролику. Не забудьте подписаться. Также у нас есть инстаграм. Подписывайтесь, будет интересно. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. Всем пока.